Итак, друзья, мы возвращаемся, наконец-то, спустя такой большой перерыв. Мы посмотрим вторую серию в нижнем дивизионе Южной Америки. Все по расписанию, все четко. Мэтт Кингс против Горилла Спрайт сразятся в формате Best of 3 за свои очки, которых у этих команд, к сожалению, пока не так много. Горилла Спрайт выиграли одну серию из трех. Мэтт Кингс пока что проиграли обе свои встречи, не взяв ни одной карты. Прекомментируют Лазарь и Морталис. Давайте смотреть драфты этой серии, первые карты, разбираться и делать выводы. Что думаешь? Снова приветствую вас на нашем стриме, дорогие друзья. Действительно, посмотрим, что думаю. Пак Мирана пока интересно, пока мобильно. Забанили Расту, я думаю, чтобы своими хексами, шеклсами не мешал таким двум персонажам. Винча на Филстик залетает, интересно. Войт Спирит, наконец-то, которого ты так хотел в прошлой серии. Ну, а так, по банам плюс-минус все достаточно стандарно для этой меты. Сент Кинг начал почаще залетать в баны у нас. Ну, Марс, Никс, как бы, да. Бэтрайдер, Ликан. Все по классике пока. Пока, да, достаточно метово команды набирают. Ничего здесь удивительного нет. Пак сейчас суперкрутым персонажем является. Надо сразу обратиться к эфициентам от GGBet, посмотреть, что там нам предлагают. Там предлагают какие-то сумасшедшие, неадекватные цифры. Горилла Спрайт 1.08 и 6.94 на Мэтт Кингс на победу в серии. Я боюсь представить, что будет, если Горилла Спрайт поведут со счетом 1.0. Но разгром тут вроде как ожидается. Посмотрим, так ли оно на деле. Обе команды вроде как внизу таблицы и по соседству находятся. Прямо сейчас, если вдруг победят Мэтт Кингс, они резко Горилла Спрайт за спиной себя оставят. Так что довольно любопытно. Да, Горилла Спрайт хоть и проигрывали, но они карты отжимали там у кого-то. Хоть что-то. А, они, кстати, 0.900 карту отжали. Ну, это тоже подвиг своеобразный, да, потому что 0.900 пока без поражений идут. Они, кстати, не идеально отыгрывают. Если посмотреть, 0.900 еще ни одного матча-то со счетом 2.0 не выиграли. Исключительно победы 2.1. Может быть, они не такие крутые в какой-то степени. То есть, можно с ними бодаться. Я просто смотрю, Хакори их за 20 минут вынесли в своей победе. Может быть, что-то перемудрили, знаешь, хотели поэкспериментировать тоже. Вот что-то в таком духе. Но, по идее, такие коэффициенты команды находятся на соседних строчках. Возможно, да, из-за того, что игр как бы еще и немного было, это не совсем отражает положение вещей. Но для соседей по турнирной таблице это слишком жесткий коэффициент. Да, да, согласен с тобой. По-прежнему команды банят. По-прежнему улетают относительно метовые герои. Но вот LC в бан уходит. Интересно, по какой причине? Может быть, кого-то хотят взять, кому, вернее, этот герой мешает. Либо, например, есть исполнитель у команды Горилла Спрайт на Legion Commander. Надо смотреть. Мне кажется, еще знаешь, от чего можно поплясать? От ее, ну, типа, бафа. Вот, может быть, снимать какие-то... Ну, вот, а пока нечего снимать, соответственно... Ну, на будущее, может быть, они ее хотят обезопаситься от нее. Вот, да, то есть может появиться герой. Давай я, знаешь, что сейчас пока прикину немножечко, погляжу, чем Горилла Спрайт играли. Даже против тех же самых 0,900-х. Два метовых керри залетают как раз на третьей пике у обеих команд. Врейс Кинг и Манки Кинг. Два короля. Да, два короля есть, и... Немного разный на них геймплей все-таки. И, соответственно, разные задачи они выполняют. И тут большой вопрос вообще, пойдет ли Манки Кинг, например, на легкую линию. Все-таки это герой достаточно гибкий, который может разные позиции занимать. И в центре, наверное, против Войт Спирита он стоять способен. Возможно, даже побеждать способен этого героя на линии. Так что поглядим. Ждем четвертый пик от Мэтт Кингс. Ну, надо уже задумываться о четвертой позиции. Войт Спирит здесь пока не ясно тоже, куда отправиться. У флейна это и лимит, например. Или вообще четверка все-таки. Такое тоже практикуется иногда. Ну, он хорош как плеймейкер, да. Он же может и пороумить у нас нормально. У него есть скиллы, за счет которых можно поймать за дизейблитой какое-то время, подтянуть к себе. Такой очень гибкий персонаж, который и на миде хорошо стоит. И погангать может, и в харде потерпеть. Да, есть у него щиток, есть у него какие-то для этого ресурсы. Не могу я пока у горилла спрайт найти такого персонажа, который вот был против этого всего. Ну, пока просто андерлорд взят и взят. То есть это по-прежнему герой, который, наверное, не является всегда обязательным. Он просто достаточно популярен. Он тоже там может давать контроль в билде через Атос. Он просто крепыш такой, который собирает командные слоты. В этом плане он неплох, естественно. Но это точно оффлейнер. Мы можем уже констатировать этот факт. Соответственно, по-прежнему неясно, куда пойдет пак. Это может быть вообще пак пятерка, например, Мирана четверка. И тогда герой в центр нужен. Ну, либо не хватает как раз пятой позиции. Очень странно, конечно, если вдруг команда пятую позицию оставляет на ласт пик. Так делают немногие. Слушай, ну в прошлой серии игр сынчой как раз это и перевернуло. Тоже верно, да. Здесь все очень предсказуемо. По поводу андерлорда я бы сказал, что это действительно такой персонаж, который необязательный. Но чаще всего он погоду и не испортит. Потому что он хорошо стоит на линии. За счет фаершторма может хорошо подформить. У него есть хороший дизейбл. И для макроигры это отличный персонаж. Учитывая то, что у нас в принципе мобильная получается уже четверка для горилла спрайт. Если мы берем андерлорда, то тоже считаем. Пак. Мобильный персонаж. Манки кинг по деревьям. Там может сказать Мирана за счет липов. Они могут выезжать в любой конец карты и догонять кого-то цеплять. Осталось пять секунд. Нравится мне здесь андерлорда, скажу так. Ну вот банят Мэтт Кингс Вич Доктора. Видимо действительно считают, что может какая-то пятерка сейчас залететь для горилла спрайт. А горилла спрайт в свою очередь банят Виномансера в ответ на это. Что осталось один бан и два пика. Мэтт Кингс. Вот пятерка на ласт пик. Да, действительно пятерка на ласт пик. То есть пак это точно центральная линия. Соответственно. Команди Мэтт Кингс необходимо добрать. Ну опять же, либо героя в центр, либо героя в оффлайн. Саппорты есть, кэри есть, воитспирит по нему вопросы. Так, сейчас я успею, не успею это проверить. Мне кажется уже времени не хватит, да, у нас? Да почему? Может хватит. Только у кого пикает. Ну все, уже есть. Лешрак. Теперь вы можете выбрать своих героев. Медовый Лешрак. Медовый. Медовый Лешрак. Медовый Лешрак. Кто у них там? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Клинокки. Да, это медовый, медовый спирит. Медовый спирит, оффлайн Лешрак. Ну, кстати, не так плохо. Оффлайн Лешрак это действительно очень интересный персонаж. У него там тоже сейчас задача, насколько мне известно, играть через грифсы, например. То есть мана есть, захиливает. Можно пайп себе собрать, если он здесь нужен. А я смотрю на количество магического урона снизу. И, наверное, пайп здесь лишним не станет. Ну, а потом уже одеваться в такую классику. Пойдет, пойдет. Плюс линия с Таском достаточно опасная. Это линия, которая вполне может уничтожать Манки Кинга при желании. Ну, то есть с позиции силы просто набегаете на этого Манки Кинга. Кристал Мейден вообще не герой. Она только подставляется. В нее влетает Таск, и Кристал Мейден умирает. То есть начиная со второго уровня, максимум с третьего, Кристал Мейден здесь можно просто по КД убивать. Манки Кин с Кристал Мейден попробуют, естественно, как-то тоже там поковырять соперника. Сами попробуют с первых секунд, наверное, поиграть агрессивно. Но это может у них не получиться. То есть здесь у оппонента достаточно хорошая линия вырисовывается. И при равных, наверное, командах я бы сказал, что линия Таск плюс Лишрак просто сильнее, чем Кристал Мейден и Манки Кинг. Но учитывая коэффициенты, учитывая то, как котируются команды, наверное, я так не могу сказать. Да, но коэффициенты, наверное, это самая обманчивая. Первая главная обманчивая вещь — это интернет, а вторая — коэффициенты здесь, в втором дивизионе. Я бы тоже отдал предпочтение 100% линии Лишрак и Таск. Потому что сплит-эрф залетает под шарды, под тег-тимом. Это все... Ну, ЦМК просто лопается в момент. Манки Кинг может там как-то поотбиваться, но... Знаковых моментов было, по-моему, пару лет назад, когда на тот момент еще команда чемпионши по Лидс Юнайтед играла против кого-то матч. И смысл в том, что им нужно было побеждать обязательно. И они забили гол после то ли нарушения правил или что-то в этом духе. И там тренер их, Марсел объелся, он дал установку команде, вы сейчас пропускаете гол. Они пропустили гол, то есть они не сопротивлялись практически. Соперник пошел до ворот до чужих, там эти... Для виду побегали рядом. Забивают они гол. Короче, сыграли они в ничью тот матч. И, по-моему, там этих двух очков сильно им не хватило для того, чтобы получить слот свой на... Ну, за выход в Премьер-лигу. И они еще год играли в чемпионшипе. Они, по-моему, в плей-офф потом играли и в плей-офф проиграли. А так бы с этими очками могли бы пройти напрямую. Есть на Ютубе это видео, там прям наглядно видно, как команда пропускает этот гол, да. Было очень красиво. Если такое, нужно давать какую-нибудь премию мира, потому что действительно поставили... Я, кстати, не исключаю, что он что-то получил. Бьелса, такой выдающийся очень тренер аргентинский, которого уважают все. Там Гвардиола о нем хорошо высказывается, считает своим учителем лучшим в мире и так далее. И целый год они сидели там, при том, что Лидс уже огромное количество лет не играл в Премьер-лиге. Вот в этом году они снова туда вышли, со второй попытки. Ну, вышли и вышли. Значит, я могу их поздравить с этим. Там просто финансовые потери колоссальные. Да, да. Представляешь, там же все, что мы видим, да, это только вершина айсберга, что происходит в профессиональном спорте. Есть еще вопрос спонсоров, вопрос формирования бюджетов на следующий, на несколько сезонов вперед. В общем, все вернулись, мы начинаем. Да, в полном составе будут играть обе команды, конечно, слава богу. И посмотрим игру. У нас сразу же драка в самом начале. Вот он был фейерплей, вот уже они избивают друг друга. Бен Джаз. Ее, я очень битый. Тулус походит отсюда. Мирана заходит. Вот он, Рейс Бен, да, стоит себе, постреливает. Да. Три секунды до стрелы. Надо запасить. Еще стрелой, ну Рейскин, ну было предсказуемо же, что в тебя полетит стрела, и ссора не отошел. Прям по прямой шел, очень банально, и его за это наказывают. Да. Андерлорд в это время уже успел отхилиться. Сильный, подамажили. Ой, спирит против пака в миде. Хороший такой противостояние, годно будет. Вот Мирана еще хороша тема, он действительно может создать агрессию в начале игры за счет стрелы, за счет достаточно длительного стана на таком, на такой стадии игры. Но он не стопроцентный, далеко не стопроцентный. Да, ненадежная билка, зато очень надежно убивает больших крипов в лесу, что позволяет получать деньги на порядок быстрее, чем многие другие четверки могут себе это позволить. Ты же не пойдешь на какого-нибудь, я не знаю, Расперити, да, бить крипов в лесу. Да, да, дал бить крипа минуту. Мирана может себе это позволить, соответственно, она чуть пораньше выносит какой-то приличный слот себе, таких слотов нынче на Миране. Несколько, которые можно себе выбрать. Кто-то покупает весел, если он нужен, кто-то покупает себе грифсы, там, соответственно, арканы быстрые появятся. Кто-то вообще через юл играет, а может быть, все вместе это покупается, но что-то одно просто будет быстрее. Здесь специфики героя. И потом, опять же, класс, экспа, экспа, быстрее получаешь уровень. Да. Если ты на каком-нибудь саппорте можешь там походить, просто потерять время, то здесь ты пришел, там, двух крипов убил стрелой. Вот сейчас он хочет отжать у Инчи сатиром учителя. Сейчас Инча придется себя контролить и сатиру. Неплохо он отстреливается, шоковый ум от сортира, и Мирана сильно просела на этом. Так, на топ, тем временем, экшен, там погибает Таск. Все-таки Таск. Кристалл Мейден не осилили, и Кристалл Мейден фрака получает. Манки Кинга, я так смотрю, пока особых проблем нет. Он очень активно динает, он старается лишать лишних денег оппонента. Ну да, все еще упирается в исполнение, знаешь, по идее неплохая линия, если они будут так дальше совести. А фрак достался у нас в Ценке. У Этспирита есть Боттл. Просаживаю этого немножко по хп-пак. Но пока здесь преимущество хорошее есть. У него есть масса, не масса, а точнее базилка на всю карту. Да, очень приятно играть на кастерах, когда у тебя есть просто дополнительный мано-реген. А здесь, по большому счету, большинству героев аура такая не помешает. Эмирана активно кастует, и Андерлорд активно может кастовать на линии, почаще, соответственно, спамить по Рейс Кингу. Очень удобно, но для этого, конечно, хочется, чтобы кастерах есть нападение на Андерлорда внизу. Рейс Кинг гонил. Сейчас задувка от Сатира. Убьет, убьет, убьет. Крит прокает, все хорошо. Эмирана хотела этого Сатира убить буквально 30 секунд назад, вот здесь, на Большом Кемпе, но не попала. Замансил игрок команды Маткингс этим Сатиром, и в итоге этот Сатир помог им сделать фрак на Андерлорде. И в итоге Эмирана все-таки своего добивается, и Сатира убивает. Дальше очередной Кемп проредил Дисмар. Сейчас мы посмотрим, что у него есть в тюрьме, есть ли вообще что-то. Ну, сапог, сапог есть, есть сапог и смоки. Может он как-то, наверное, выйти в мид. Если он хочет выходить в мид, то нужно торопиться, пока Войт Спирит не взял себе шестой левел, там уже сложнее будет убить. Но беда в том, что Пак только-только получил пятый, соответственно, Войт Спирит свой шестой возьмет раньше. И тут не факт, что им ресурсов хватит, чтобы убить героя с эскейпом, например. Таск тем временем берет ДД. Преследует Кристалл Мейден. Передумал. Лишака на линии пока нет. Он восстанавливается, вернется. И с ДД могли бы они попробовать, но урона уже закончится. К тому времени. Пока абсолютно равная ДОТа, ничего такого нет. Единственный герой, у которого действительно дела идут пока что плохо, это Лишак. Я думал, попроще ему все-таки будет. Но вот как-то они и погибнут. Так, выспели. О, убили, смотри-ка. Сбирает. Да, здесь Пак с рифтом. Хорошо его настиг. Дал Сайленс. Кристалл Мейден еще пришла. Нажал на кнопочку и отвалился у нас. В итоге у нас Кристалл Мейден сейчас самый убивающий персонаж в составе обеих команд. Так, Леорик работает по Андерлорду. Работяги вышли. Леорик работает. Работяги работают. Андерлорд просто уходит. И... Ну, продолжает здесь фармить достаточно хорошо для оффлейнера. Он опережает Войт Спирита, который успел погибнуть. Тем временем на Топе убивают Кристалл Мейден. Ну, наконец-то навалились, убили ее. Хороший стан по МК. И надо бы его еще раз контролить. Да, Тоби отхиливается. И Тима хоть и не погиб сам, но он свой фраг не сделал. Ему нужно было буквально последний удар нанести. Он не смог. Отличная игра. Атлеш Ракан. Наконец на этой линии ребята начинают убивать. Причем убивать без размена. Пак подбирает реген. Ну, там и Тусик на самом деле хорошо сноубол последнюю тычку не дал совершить Манки Кингу. И успел Тоби завернуть как раз за дерево. Выйти на секундочку из Vision. И убежать от бицепа там классно. Мирана пытается цепануть. Лип. Есть еще лип. Есть мана. Есть еще лип. Не хочет последний тратить. Уходит на ноге. Да, да. Стант латкать у Лерика. Underlord вполне себя хорошо здесь чувствует. Да, конечно, может быть не так вальяжно он тут двигается. Сейчас есть у него фейзами. Я думаю, его догнать и как-то запинать будет гораздо тяжелее. Ну, попробовать могут и надо начинать, да. Вот она пошла атака. Есть Сатир снова. Пытается улететь Бенжас. И он улетит точно. Больше бить телепорт нечем. На топ тем временем тоже экшен. Приходит Войт Спирит. Будет наказывать Манки Кинга. Однако пришел пак, но поздновато. Хотя бы разменяться нужно. Убить Лишрака. Что и происходит. Теперь самому паку нужно как-то отсюда уходить. У того есть арба. Он даже убивать хочет, да. Он пойдет дальше. Он пойдет за таском. Еще удар. Даблкил. Вот сейчас еще и лифт опять откатится. Нет, ну на Войт Спирит уже не хватит ресурсов. Ну хорошо сыграл пак. Немножечко наверное опоздал. Да, Манки Кинга можно было бы как-то спасти. Но зато в ответ сделал два фрага тоже. И сейчас какое-то время. Ну, в свободный момент. Трила. Мимо. И очередной фраг для пака. Некуда было деваться здесь вообще энчантрас. Пак молодец. Пак очень активен. И самое главное, что эта активность вознаграждает его. Он три фрага уже сделал. Один ассист есть. Левел приличный. Вейл в дискорд будет себе брать. Пойдет. Теперь надо как-то Манки Кингу думать о своем фарме. Потому что чем дальше, тем почему-то сложнее ему стоять на линии. Обрати внимание, он не закупается. У него две тысячи. Две тысячи у МК. Он бегает с голым тапком. И больше ничего нет. Он сейчас просто отъедет в очередной раз. Зато нет денег. Вернее, нет вещей. Есть деньги, нет вещей. Приходит пак. Будет отрабатывать его. Больдспирид подходит. Инча подходит. Быстро убили Лишака. Мирана также рядом. Пак пытается уйти. Ремнант плохой. Дюрехман не поставил. Да-да-да. Не хороший. А тут Мирана прыгает со Старштормом второго левела. Дальше Таск. Отзонил хотя бы Кристалмейден. Надо что-то думать против пака. Кристалмейден даже с хайграунд. Его зацепило. Снова размена. И в этот раз очередной размен в пользу Джипрайт. Да, они теряют МК. Но взамен убивают трех героев. Я не знаю, насколько это вообще выгодно. Конечно, сейчас это прибыльно, казалось бы. И это огромное количество экспы для тех, кто убивает. Но факт того, что Манки Кинг отстает сильно. Манки Кинг не фарнит и не убивает. Да, вот опять он. Надеюсь, это недолго. Подожди. А время на паузу у них, если сейчас отсутствует? Или каждая пауза может? Не-не-не. Нет, ты что? Так бы обузили. У них есть лимит общий на паузы. И сейчас они, скорее всего, продолжат юзать лимит соперника. Если те также разрешат. Поэтому, ну сколько там у нас? Минут 7-8, наверное, осталось. Ну, примерно, примерно. Вот. Ага. Не разрешают. Смотри-ка. Серьезно? Вот тут я тогда точно не знаю, кстати, как букмекеры воспринимают подобные ситуации. Потому что по факту эта игра идет. Они не разрешили. Ну, не знаю. Надеюсь, нам кто-то прояснит сегодня это. Можете написать в личку куда-нибудь. Я думаю, всех там по-разному. Конторы зависят. Ну, да, 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 да. Ну, вот какого-то одного регламента все-таки нет. А хотелось бы. Я думаю, у Valve часто же возникают всякие противоречивые ситуации. И у команд, у игроков возникают вопросы, да, по поводу того, что нет четкого свода правил, регламента, по которому можно разрешать те или иные ситуации. Ну, опять же, каждый для себя правило свое устанавливает. Valve они есть, они их придерживаются. То есть это точно правило Valve с лимитами на паузу и так далее. Ну, нет, я про другое. Не конкретно сейчас не про паузу, а вот вообще, да, к примеру, ну, по другим всяким вопросам. Ладно. Valve продолжает серию бистов. Надо отрабатывать, играть вчетвером пока что придется какое-то время. А то и весь матч, ну, или как минимум одну карту. Ну, это совсем, конечно, грустно. Безумно не хочется такое видеть в DPC сезоне, но такая история уже была. Где-то в Европе или в СМГ. Вот, на днях читал новость. А, кто-то вчетвернул, да? Был, кто-то доигрывал, да, вчетвером. Пришлось. Не помню, но помню, что читал. По-моему, у нас в СМГ кто-то доигрывал. Бей, не помню. Или Европа, или СМГ это было. А, все, он вернулся. Нормально. Ну, главное, чтобы теперь это не продолжалось регулярно. Потому что все равно будет сложно в таком режиме выступать. Ну, да, и потом никто не гарантирует, что это не случится во время замеса посередине. И здесь уже тебе, так скажем, укажут, да, на то, что нужно отжать баузу. Ну, такой пак, конечно, мог поразвлекать еще минут пять всю карту, учитывая его способность, учитывая то, что уже у него есть дискорд какой-то. Активный такой пак. Да тут пака надо по старинке в ДД одевать, чтобы, если что, заменить Манки Кинга в этом отношении. Да, 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 БлК какой-то должен быть вариант. А он еще и умирает, этот Манки Кинг. Не исключаю, что у него игра при всем при этом очень сильно лагает. Хотя команды все с одной стороны, поэтому сервер у них, естественно, перуанский. Ну, вот он пак, снова пришел. Даблкилл ребята делают на топе, но, опять же, потеряли МК. МК относительно Рейс Кинга уже проигрывает около двух тысяч, и долго пак на равных с ВК держаться не сможет. Потому что Рейс Кинг, ну, уже с Армлетом, он такой менее жадный. Он решил купить дешевый предмет, а дальше не собирается отказываться от Рейдианса. Вроде как, уже тысячу накопил сверху. Армлет хорош. Это, знаешь, такой тоже вариант, который, мне кажется, не испортит. Да, может быть, он какой-то тайминг собьет этого Радика, но... Если их так гоняют по карте, сейчас в джипрайде, то нужно что-то такое, чем можно хотя бы отбиваться, да, а не иметь вот эти три тысячи с лишним золота мертвого. Может быть, все и правильно. Посмотрим, игра рассудит, время покажет нам. Кентавр розовый стал от смоков. Или это у меня в одного так? Походу, только у тебя. Интересный, интересный эффект. Я сфоткаю тебя, отправлю потом. Пока этот Кентавр вместе с тремя героями отправляется на пахольский Манки Кинга, но его сейчас душить будут просто всю игру. Так, не убили. Есть Монлайт. На топе планируется атака на Лишака. Кристалмейд он туда уже летит, хочет помочь. Индерлорд потратил свои кнопки. Нужно искать Лишак с телепортом, но лететь ему, скорее всего, не дадут, так как пришел пак и продолжает свой стрик. Пак у него уже 8 убийств подряд. 8.04 в 12 киллах с 14 он участвовал. Это очень плюс. У него есть бутсов тревел. И сейчас это будет крайне мобильный пак, который будет просто летать по карте и вот таких зазевавшихся персонажей собирать. Плюс у него есть, да, Манрегена Таркейнауэра ЦМки. Так, ну что, вот выбор артефакта следующего для пака. Бичблэйд какой-то будет или это будет уже такой взрывающий пак, может, с догоном даже какой-то, знаешь, старого формата. Да вот непонятно пока действительно. В Манки Кинге, я вижу, купил себе молнии. Причем, знаешь, в такой ситуации хочется просто задать вопрос игроку, а он передумал и купил молнии или все-таки он изначально их планировал? Если он планировал их изначально, то по какой причине он не стал покупать составляющие, когда у него уже было на руках 2000. Вот отличный вопрос, знаете. Был ли у него какой-то основной план и то, чем пришлось пользоваться после этого? Потому что сейчас мне кажется, что это действительно уже, ну, какая-то безысходность. Я проигрываю по фарму, мне хоть что-то нужно приобрести. Он покупает себе молнии. Довольно средний артефакт. Ну ладно, купил-купил, на топе сейчас будет драка. Лишрак пошел, стрелу не поймал, никто стрелу не поймал. Андерлорд выходит, хорошо цепляет двоих. Подходит факт, дает свой проказ, пытаются убить быстренько. Лишрака, лишака убили, но убивают еще и энчантрис. И Кристалмейден накручивает. Какой урон нанесет Кристалмейден? Сейчас мы посмотрим, что там были за цифры. И Сора пытается уйти, у него есть армлет, ремнант там тоже неплохой. Как цеплять, как убивать его? Нужно убивать обязательно. Вот Спирит подходит. Убивают ВК первый раз. Будем стрелать сейчас. Так и не участвовать. Стрела хорошая, в Сору прилетает. Вот Спирит пытается выиграть время. Пауза, Манки Кинг вылетает и придется отжимать паузу. О, во вжимай. Им придется отжимать паузу прямо во время тимфайта без Манки Кинга. Как все плохо-то. А, Экстрема мы Нави играли. Вот нам подсказали. Спасибо, ребят. Так, минус все-таки Рейс Кинг. Войтспирит пытается справиться один против всех. Он также ловит Сайленс. И это будет минус пять. И это без участия Манки Кинга. Они вчетвером их уничтожили. Вау. Фантастика. Пак, конечно, умница. Да тут все молодцы, но импакт, который дает этот медовый пакт, он просто не оценим. ЦМка, ЦМка у нас. Так, сейчас мы посмотрим. Что у нас по урону? ЦМка выдала 2500 урона. Она просто целиком раскастовала вообще свой новый год. Класс. Отличная драка. Вот, пак вознаграждается руной Регена теперь. Андерлорд не будет играть через Атос. Он решил купить себе бут. М5, судя по всему, дальше. Ну ладно, играбельно. Еще играбельно. Там пока что только один Рейс Кинг. Все остальные герои, как ты видишь, сильно уступают. Причем уступают и мидер, то есть Вейт Спирит. И пак сейчас гораздо опаснее. И самое главное, что он очень опасен для самого Вейт Спирита со своим Сайленсом. У него гораздо выше левел у пака. На 4 уровня Вейт Спирит планирует покупать себя Ганим. То есть он еще не имеет Юл, который позволяет ему хорошенько так на пака нападать. Вот как здесь, по большому счету, цеплять пака без Юла? Смотришь на все эти скиллы. Ну, подать, да, избрасывать с себя Сайленс в том числе. Ну да, тут, во-первых. Во-вторых, все скиллы, они какие-то точечные. Все это можно задоджить, да. Пак от всего уходит спокойно. И, наверное, Ганим это та опция, которая позволит нападать по-человечески на пака. Но, опять же, его еще купить нужно. Довольно поздно. Пак к тому моменту сам может приобрести какой-нибудь интересный артефакт себе. И вот к нему что-то летит. Что ему едет? Это Блинк. Блинк. Ну, опять же, да, зная способности персонажа пака, это не только для инициации, но и для подсейв очень хорошо, потому что можно из шерста быстренько и заработать. Лететь, нападать он соло на Брескинга. Так, больше скорее обозначить свое присутствие здесь. Откатились у него уже трвела, а сейчас, может быть, будет какой-то выход на кого-то. Здесь носишь рак, который достаточно Отдельно от своей команды находится. Будет ли на него выход. Пока нет. Пока пак развлекается скрипами здесь. Манкикинг пытается подфармировать лес. Так, мид. Мидитаска ловят. Так, сейчас убьют. Пак в инвизе продолжает находиться в центре. Ой, плохой дримкойл. Это чуть ли не первое плохое действие от пака за всю игру. Но он пытается реабилитироваться. Прыгает на лесрака. Резко сносит ему огромное количество хп, но не убивает. А Войтспирит наглеет. Прыгает на кристалл Мэйден. Манкикинг пришел наконец-то. Он тоже хочет поучаствовать вместе с командой. Войтспирит ушел. Полянов никуда. Лучше бы не приходил Манкикинг. Ну, есть рист по нему. Есть питок Малис. Пойдет стелить фраги сейчас Манкикинг. Догонять по голде Рейс Кинга. Ладно, если бы не пак, здесь бы Рейс Кинг настолько фаворитом был. Но учитывая, что после него идет сразу 4 героя соперника. И вот она, та самая Мирана четвертой позиции. Очень богатая. Тут, конечно, все в руках Джипрайт. Даже в четвером. МК. Кстати, отъехать может. Последний удар. Не пропускает Мирана. Блочит с собой. МК просто подпрыгнул. ВК дальше пошел драться против Мираны. Ее тоже может. Надо контролить. Нужна кристалл Мэйден. Есть. Ой, какая стрела. Чуть-чуть поторопился. Командная работа. Так, давай. Красиво, красиво. Ну и дальше палочка. Дальше Новый год. И минус рейст. Даже две же с ними спокойно сбивает. Ну, очень много урона. Это все еще по двойлов дискордам от пака. Там, конечно, пережить такое очень тяжело. Даже с армлетом включено. Стрела такая была на ход, да. Прямо видно, что должен был вруискин в ту сторону пойти. Несколько шагов бы скупально не успел сделать, как в цинке. И это еще одна смерть. Буквально за одну минуту-две смерти. Водит спирита. Так он до Аганима не доберется никогда. Пожалуй. Пак красавчик вообще отыгрывает с этими травелами. Находит эти фраги. И не знаю. Вот в этом, наверное, и прелесть игры. Даже несмотря на то, что очень все сложно у Манки Кинга. Складывается с этими реконектами и дисконектами. Еще действительно неизвестно, как само качество игры, когда он в ней находится. Может, он там сидит в слайд-шоу, выиграет. Ну вот Пак просто взял такой степ-ап, сделал. И просто раскатывает. В соло, я бы сказал, действительно. Ну, Горелос Прайд. 9-0-11. Тоже понимает прекрасно, что здесь необходимо набирать очки. Это аутсайдер турнира в соперниках. Соответственно, сейчас, если выиграют, это уже 2-2. Это уже совсем другая история. Там уже можно как-то пытаться цепляться еще за первые две строчки. Это то, что им нужно сейчас. Они с двумя сильными командами уже сыграли. Насколько я вижу. Они сыграли и против Инкубус, и против Девятисотых. У них из сложных матчей остается, ну, наверное, только встреча с Хакори. Да, но там все реально тоже. Да, конечно, конечно. Можно претендовать. Может, кто-то там очки растеряет. Поэтому каждый балл крайне важен. Нападение на Брюджаза на топе. Смотрим, как долго будут его убить. А, ну с Рейскингом недолго. Фикпайп не спасешь. Однако, может спасти Пак. Андерлорд пытается улететь. Не смог. Тут Кристалл Мейден, Мирана. Колоссальный урон втроем наносят, но не убивают пока что никого. 2-0. Минус шаг только сейчас. И Пак теряет свой стрик. Вот это удар. А вот это уже звоночек. 700 монет. И они отправляются именно к Врейскингу. Худший расклад. Потерять трех персонажей, отдать стрик на паке. Ох, чуть-чуть не выжил там Андерлорд. Он бы увез всех с собой домой. Так, ну вот сейчас у нас в Рейскинг вылетел. Не доставайся же никому. Интересно. Ситуация получается. Своё время теперь на паузу. Мэтт Кингс откуда будут брать, если у Рейскинга? Ну, у них ещё осталось сколько-то минут. Сколько-то минут, да. Но когда-то 8. Вот 8 минут. Мелонам сообщает. А когда у них кончится время, им же не около резерва попросить. Да, ну тогда они уже будут вчетвером доигрывать, в случае чего. Особенно обидно, да. Мы тут вам, ребят, паузу отсыпали. И сами остались. Да, да, да. Действительно. Вот это... На месте джипрайта ты, как бы, может быть, и хотел ожидать это время, но его и нет. Это тоже всё понятно, но организаторам же тоже нужно укладываться и в тайминги, и в расписание и так далее. А у нас сейчас это всё очень серьёзно просядет. Неизвестно, сколько ещё будет длиться карта, потому что она началась 50 минут назад, а длится 22. Ну, подождём, ничего страшного. Не впервой. Тускар как-то в этой карте, мне кажется, недостаточно раскрылся. Ну, наверное, возможно, потому что пак очень сильно хорошо раскрылся. Просто летал по карте, гангал, убивал. Потому что в прошлой карте Тускар был моё почтение. В прошлом матче, точнее. Или Миша исполняет, конечно. Так, вроде реконектнулось. Продолжаем просмотр в таком случае. Продолжаем. Будет у нас всё-таки догон на паке, точнее, он уже есть, а будем его грейдить, собирается. Дальше. Это очень интересно, но, учитывая какой там, например, слабый Лишрак, да, без вещей, это позволит его чуть ли не шотать в одиночку, либо при минимальной поддержке тиммейтов. Лишрак — это персонаж, которого, если не убиваешь, он, скорее всего, перед смертью очень много дэмэджа нанесёт, а то и заберёт кого-то с собой. Та же самая история с Войт Спиритом. У него хп-пул небольшой, его можно взрывать за Сайленс. Энчантрис, которую руками бить не хочется, магии с удовольствием, например. Да, всех, по большому счёту, кроме Рейс Кинга, этим догоном можно шотать. Пакус плюс один, так что... Подходит, подходит. Ну, Лишрака ещё есть ЕУ, он, конечно, там где-то ещё может пожить, да, в ульте покрутиться с Диаболиками. И догон у нас, в том числе, грейдится паком. Он решил по фуллу его собрать, прежде чем покупать что-то ещё себе. Забрали Крепа и Винчи. Так, подцепили Монкет Кинга. Есть ВК-боя. О, ВК заходит в эпицентр Драке, он сейчас первый ужин. Да-да, стой, ой-ой-ой-ой. А там ведь ещё и в полянке стоит. И там хорошая палка, контроль, а много и пак влетает ещё в троих. Минус Рейс Кинга и оставшуюся тройку надо добивать. В том числе и Войт Спирит далеко не поможет. Минус три, минус четыре будет. И Войт Спирит просто стоит и фоткает. Просто идеально провели замес. Я не понял, как получилось так, что вся команда стояла на хайграунде, а Врейс Кинг по кругу вот здесь оббегал между маленьким кемпом и линией. Он просто шёл там, и я в какой-то момент понял, что он просто в окружении пятерых персонажей. Быстро выбили из него ультра, стелилась хорошая поляна. Ну и там уже дальше дело техники всех остальных добили. Класс. Хороший просто спейсинг очень был от G-Pride. Так, ну что, 13к за G-Pride. Они пытаются снести пышку снизу, здесь нападение на МК. Там уже БКБ, товарищ Войт Спирит. Это очень рискованный врыв, и тебя за это наказывают. Лишь рак туда же. БКБ есть, в кого врываться непонятно. Попытаются ещё и Таска не отпустить. Но на самом деле сейчас игра будет проиграна. И надо будет просто соперника добить. Потому что фит продолжается уже достаточно долго. Fight the Fight проигрывается командой. Мэп Кингс. Очередная смерть будет. И Манки Кинг уже камбэкнул по деньгам целиком и полностью. Т2 вышка также упала. Пришли на защиту, называется, вчетвером. Проверяй, защитили. Проверяй. И БКБ на Манки Кинге. Он прожаловал уже, да. С БКБ был в этом тимфайте. На что рассчитывали, не ясно, когда нападали. Странно, странно это всё выглядит. Но играют Мэп Кингс реально. Ну, просто хуже. У нас пока, получается, второй матч такой, где одна команда надвигала вас сильнее другой. Ну, там хотя бы, знаешь, цифры кэфов какие-то вменяемые были. А здесь-то вроде как, по мнению букмекеров, тут ещё и всё предсказуемо было с нулевой. Ну да, прошлая команда ещё разделяла больше, да, позиций в тройной таблице. Там третья против пятого места играла. Здесь шестое-седьмое и такой коэффициент. Ну, как-то... Там ещё команды на разных серверах катали две карты. Тоже, тоже, да, верно. Ну, в общем-то... Сейчас, возможно, произойдёт последний файт или один из нападений на андерлорда. Самую прочную цель пытаются убить. И даже если убьют, это всё равно будет плохой компенсацией за все смерти, которые они сейчас увидят. В итоге они его не убили. Потеряли двоих. Потеряют ещё и энчантрис. Очередная дубл-кл для МК. Почему нужно бить андерлорда? Я помню ту игру. Мне кажется, это как раз была моя первая игра. И мы с адекватным приметили. Сколько урона внесли по тайтхантеру, убив его один или два раза за карту. Сейчас столько же урона внесли в андерлорда, но не убили даже его. Прожали от него всё. И в ответ поплатились потери. Хотя бы, знаешь, убийство тайтхантера могу объяснить. Попытка не дать ему реверс кастовать здесь же. Там ещё не инкухайвитер. Ну, то есть, в такие моменты, когда его точно не могло бы убить. ВК, ВК ловят под Т3. ВК ловят под Т3, шива не цепляет его андерлорд. Не пойдут уж на хайграунд. Несут ещё одну вышку. Понадёжнее сыграют. Хаберстоун у андерлорда уже с руки он достаточно серьёзно может навалять. Так что игнорировать его в драке тоже не получится. Так, ну что, будет Рошан для джекфайта или нет? Или передуматься? Нет, драка. Нападение на энчандрис. Следа пойдёт Лешрак. Ловит стрелу. Ещё один юл. Но остальные уже разбегаются. Тут уже нет никакого тимфайта. Тут, в принципе, уже никакого тимфайта вменяемого не будет. У нас, скорее всего, в каждой драке будет изменение. Такое отыграть преимущество практически невозможно, особенно добытое так рано. Сейчас могут отойти на Рошана, например, джебрайт. Быстренько его забрать. И Саегиса может спокойно подниматься. Ты посмотри, пять героев в топ-6 по Нетворцу. Да. И ещё у пака скоро будет прям через буквально 200 монет. Это будет Аганин. О, тем более. Аганим безумно сильная штука на паке. Ну, вот Аганим есть уже у Манки Кинга. Сейчас повеселее будет у нас этим аганином. Николай Шарака появляется. А зажатый уже, зажатый. Ужитиваться некуда. Так. Ловит здесь Тускарапак. Дагон разряжает у него Дрим Койл по одному. Вот стрела под Дрим Койл и палка Манки Кинг забирает. Забирает шкалу оставшуюся от всех предыдущих манипуляций Туска. Ундерлорд скоро будет с Кирасой уже. Ну, там просто остаётся подняться, победить в ближайшее время. Каса Егиса. Камбэкнул он полностью. Он ещё, наверное, и разозлился после всех этих вылетов. Представляю его эмоции в этот момент. Пси-сезон, вы играете, важный матч. Такая история происходит. Так, они Чантрыс не убили. Лишака пока тоже не убили. Манкин пошёл впитывать. Кристалл Мэйден попробовал цепануть. Но в ответ ловит Дрим Койл. Водит спирит, быстро погибает. Андерлорд передумал улетать. Да нет смысла здесь улетать. А, или он прилетел только что. Он прилетел. У него сбылся с Шива. Он сейчас будет... Шива у него давно очень. У него Кираса скоро. А, Кираса сейчас не надо будет. Шива-то у него уже минут пять, наверное, есть. И всё, падает потихонечку линия. Драться непонятно как без Водит спирита. Да и с ним тоже непонятно как. Пак там звонит. Нет-нет-нет-нет-нет никого, да, кто может с какой-либо стороны подойти сюда. Вот. В Рейс Кинг подходит, несмотря на то, что плотный персонаж. Есть у него Кираса. Есть у Брадик. Но его просто разбирали. Его вообще не ощущают. Он из контроля не выходит без БКБ. У него нет игры здесь без БКБ. ГГ. ГГ. Наконец-то. Стались Манкингс. Было очевидно уже, что они проиграют. И не стали ещё дольше тянуть. Там нет крипов каких-то ждать. Правильно оценили свои силы. И мы поздравляем команду Джипрайт. Они повелились со счётом 1-0 в этой серии. Вот если не считать этих проблем с коннектом, да, с вылетами Манкикинга, то всё они делали хорошо. Ну, играли просто лучше. Пак, очевидно, MVP. Он эту карту на своих плечах тащил всю игру. С первых минут, с первого перемещения на верхнюю линию и понеслась. 11-1-23. Я не удивлюсь, что этот показатель КДА при одной смерти является одним из лучших, ну, ты знаешь, в истории Доты. Не побоюсь этого слова. Я потому что периодически попадаю на такие вещи, на рекорды. Ну, это 34, да, КДА у него? Да, 34 КДА. Ну, там, например, сайт Дот Доты, он считает КДА при одной смерти, например, и при нуле смерти. И там, соответственно, разные столбики. Я думаю, что если мы сейчас отсортируем по такому герою, как Пак, я надеюсь, что... А, ну, какая разница, там не важно. Я просто сравню с теми показателями, что уже есть. Просто нажму, и пока мы на паузу не ушли, мне просто интересно посмотреть. Потому что я так уже рекордов 6-7 и ловил, или очень близких показателей. Но 34, это, наверное, не самая космическая цифра, но ты знаешь, в топ-5 он влетел. Ну, отлично, поздравляю его с этим и его команду, за то, что он мог просто несколько минут развлекать команду противника, пока Манки Кинг пытался переподключиться. И респект Мэтт Кингс за то, что они дали все-таки паузу. Вот. Дали какое-то свое время команде G-Pride, чтобы переподключиться тоже. Да, но они проиграли. Очень жаль. Я очень надеюсь, что они соберутся и на второй карте покажут более высокий уровень. А пока мы уйдем ненадолго отдохнуть, вернемся минут через 10 и продолжим просмотр. Продолжение следует...